Эти добрые люди В штате Гуджарат в Индии Не так давно были найдены загадочные гигантские рисунки Они напоминают знаменитое изображение на плато Наска Гигантская траншея на склоне гор в виде римской цифры 6 Была прорыта, по утверждениям археологов, древними индийцами около 5000 лет назад В древнеиндийском эпосе Махабхарата есть утверждение, что именно над этой местностью носились огненные колесницы Виманы Итак, загадки харабской цивилизации У нас в гостях историки Надежда Дубова и Владимир Ларионов Владимир Ларионов, выпускник историко-филологического факультета МГУ Генеральный директор научно-реставрационного центра Автор книг и публикаций, в том числе «Витязи святой Руси» и «Православный ключ к коду да Винчи» Надежда Дубова окончила биологический факультет МГУ Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии наук Доктор исторических наук Автор книг и монографий, в том числе «Туркмены среднеазиатского междуречия» И формирование антропологического состава населения Северного Таджикистана Итак, загадки Насколько загадочно представляется нам сегодня, спустя тысячелетия, эта древняя, древнейшая цивилизация Спустя не только тысячелетия, но и спустя, скажем, 80 и даже более лет активного изучения Индийской цивилизации, изучения цивилизации в долине реки Инд Загадок накопилось такое количество, что в пору говорить о том, что мы только приступаем К разгадыванию самых главных тайн, связанных с этим регионом Сегодня мы поговорим о цивилизации, которую принято называть Харабской По населенному пункту в нынешнем Пакистане, где были впервые обнаружены места поселения Древнего человека с явными признаками высокой цивилизационной жизни И начинать мы будем с того, что вспомним о некоторых, скажем, заблуждениях Которые до той поры царили вообще в исторической науке Заблуждениях, связанных с началом вообще цивилизационной жизни на Земле Мы прекрасно помним из учебников истории, по которым учились не только наши бабушки и дедушки Но, собственно говоря, и мы Мы помним, что история для нас начиналась порой с древнего Египта Последнее открытие на территории Индостана и прилегающих районов Заставляет нас немножко по-другому посмотреть на проблему происхождения цивилизации Из-за рождения на Земле И в этой связи Харабская цивилизация – это, безусловно, ключ Ключ к огромному блоку проблем, которые еще предстоит решить В сегодняшней передаче мы, наверное, будем часто говорить слово «тайна», «загадка» Хотелось бы уйти от обычных клише, которыми сейчас пытаются привлечь широкую публику, широкую аудиторию О тайнах и загадках Но когда речь идет об Индии, обойтись без тайн и загадок нам, наверное, не удастся Но прежде чем мы начнем разговор непосредственно о цивилизации Об особенностях цивилизации в Харапе Я хотел бы обратить ваше внимание на такой существенный момент, который мы не будем упускать из виду Всегда, когда мы изучаем древность, древнюю культуру Конечно, хотелось бы увидеть человека Человека, который жил тогда Человека-творца этой культуры И здесь, я бы сказал, существует огромный дефицит информации Зачастую очень сложно рассмотреть древнего грека, древнего римлянина, древнего египтянина Сложно, но можно Рассмотреть древнего представителя протиндийской цивилизации почти невозможно Зрители всегда интересуют, откуда цивилизация эта пошла и почему она исчезла Это будет рефреном, наверное, в нашей программе То есть получается так, что в ее истории было начало и был конец Но люди ниоткуда не взялись и никуда, в никуда они тоже не ушли Да, могут быть катаклизмы, но люди все равно остаются людьми Вот как с этой точки зрения объяснить феномен харабской цивилизации То, что ее только начали изучать в 20-х годах прошлого века Мы говорили об этом уже в начале программы, что очень мало данных Но тем не менее она все больше интерес вызывает Действительно, вот этот тезис о том, что люди никуда, из ничего не появляются и ниоткуда не приходят Действительно, существует такое заблуждение, что вот пришло какое-то нашествие И уничтожило все население, и вот население моментально сменилось Такого не бывает практически никогда Даже при самых крупных войнах все равно какая-то часть местного населения остается И поэтому, если говорить про конкретно харабскую цивилизацию То там была точно такая же ситуация До развития, собственно, расцвета этой цивилизации в долине Инда На этой же территории, в разных местах Жило население, которое создало очень богатую, так называемую, неолитическую культуру Памятники ее тоже очень известные И люди, которые тогда жили, они сочетали Мы очень мало материалов имеем Буквально с каждого памятника по одному, по два черепа И поэтому, конечно, судить об их внешности очень достоверно трудно Но они все воспроизводят достаточно характерный для современного населения Юга, Индии Антропологический тип В то же самое время, чтобы, опять же, представить этого человека Как он выглядел, чтобы не было общих слов Это достаточно небольшого роста люди Потому что именно на юге Индии живут более низкорослые люди Это люди, у которых достаточно низкое лицо Довольно темный цвет кожи Мы, конечно, не знаем, какой цвет кожи был у древнего населения Но можно предполагать, что так И, в общем-то, все население современного Индостана Оно было вот такого приблизительно типа Очень характерной чертой было для них Небольшое выступание вот этой нижней части лица вперед По научному это называется прогнатизм То есть прогнатность выступания вперед Небольшой такой нос, достаточно широкий Это такие черты, которые очень четко проявляются Во всем населении Индии От самых высших каст до низших в настоящее время И в населении Хараппы такой компонент присутствует Он не давлеющий, он не основной Но он, безусловно, присутствует И вот если говорить про население Хараппы В сравнении с другими В то же время существовавшими культурами На ближайших территориях То этот компонент где-то присутствует, а где-то нет То есть здесь вот это как раз показывает тот момент Что древнейшее население Индии, безусловно, Приняло участие в создании этой культуры При раскопках огромного количества городских поселений Хараппской цивилизации Выяснилась такая странная вещь Почти в каждом доме был туалет И душевая с развитой системой централизованного стока И вывода канализационных вод за пределы населенного пункта Достаточно вспомнить, что в Версале такой системы не было вообще Париж обзавелся централизованной канализационной системой В конце 60-х годов 20-го века С точки зрения западного человека Там жили очень культурные люди Чей культурный бытовой уровень Был с трудом достижим Современной западной цивилизации История современных бань Она как раз и считается, что пошла из хараппской цивилизации Канализация, отведение источных вод По трубам за пределы населенных мест Применялась с древних времен При раскопках в Египте Были обнаружены канализационные каналы Построенные 2500 лет до н.э. Аналогичные сооружения существовали еще раньше в Индии В VI веке до н.э. в Риме был построен канал Куака-Максима Все эти сооружения требовали огромных затрат труда и материалов И строились в основном для дворцов, храмов и общественных упалин Люди, строившие городскую цивилизацию в долине реки Инд Обладали набором таких специальных знаний в области почвоведения Безусловно, физики, математики, геометрии Причем уровень их знаний был весьма высок Достаточно сказать о том, что вся планировка была городов геометрически четкой Это были в основном населенные пункты квадратной структуры Где улицы шли в широтном направлении юг-север Причем удивительно все это было просчитано Даже такие вот детали, скажем, при повороте с одной улицы на другую Где образовался прямой угол Дома аккуратно стесывались, делался полукруг Для того, чтобы арбы легко, по-современному говоря, вписывались в поворот Даже такие вещи Это мы рассматриваем культуру все еще через наши очки такие европейские Нам, наверное, следует взглянуть на нее, попытаться взглянуть изнутри Мы начали вообще разговор о харабской цивилизации нетрадиционно То есть мы начали с конца То есть если современный интересующийся человек поднимет литературу То он обнаружит, что вот все, о чем мы говорили Это последние главы научно-популярных книг А почему мы не начали сначала? Я думаю, что сделали мы это, конечно Ну и для того, чтобы заинтриговать, безусловно, доверчивого слушателя Это правильно, конечно И для того, чтобы все-таки по-другому расставить акценты Но вернемся к началу, для того, чтобы наш дальнейший ход рассуждения был понятен Впервые раскопки были произведены в Харапе в 21-м году 20-го века Махенджидар и 22-й год Индийские археологи открыли удивительную культуру И с этого момента началась загадочная история харабской цивилизации Это в основном города ведь они раскопаны Но что удивляет, цивилизация возникла и поначалу даже считалась из ничего Хотя вот сейчас доказано, что это отнюдь не так Значит, первое впечатление археологов и ученого мира – это было, конечно, ошеломление Действительно, казалось, что из ничего на пустом месте в долине Инда Возникает городская цивилизация, равная которой в тот период Да и в последующие очень сложно найти Потому что площадь, занимаемая этой культурой Протяженность ее в широтном направлении – 1100 километров А с севера на юг – 1600 То есть общая площадь превышала между речи Тигра и Ефрата И долину реки Инд, то есть двух древнящих цивилизаций Превышала значительно То есть мы имеем дело с самой крупной цивилизацией человечества Эпохи, ну, скажем, бронзы Интереснейшей эпохи развития не только технических навыков Но и развития мысли человеческой и культуры в самом широком смысле слова И перед нами возникает действительно загадочный вопрос Каким образом вообще могли родиться такие города? Причем речь ведь идет о настоящих городах, безусловно Это многоэтажные здания Это два-три этажа были Два-три этажа Лестницы прекрасные Лестницы, отдельные квартиры Централизованный сток дождевых вод Значит, вывод грунтовых вод Дамбы Выводилось под землю, специальные каналы были Специальные трубы Из обожженного кирпича делали специальные стоки Забутовка делалась Из смолы и других примесей То есть, иными словами, речь идет о таких особенностях городской структуры, до которых Европа дошла очень поздно Очень поздно И даже, извините, цивилизация Дуречи, то есть тот же город Махенджедара в несколько раз превышает все города, которые известны в Древнем Шумере Казалось бы, более ранней цивилизации, которая развита там была Сколько жителей было приблизительно? Ну, считается, что больше ста тысяч Махенджедара Это же очень много по тем временам По тем временам гигантских домов Мегаполис фактически Это, безусловно, мегаполис Но вот я хотел тоже удивительную мысль Ведь мы же, в общем-то, росли И не только мы, ученый мир рос на осознании того, что Шумер – это некий талон протогородской культуры То есть Шумер – это точка отсчета И до сих пор, на самом деле, несмотря на открытия, сделанные в долине Инда Мы находимся в плену Шумера, по сути дела И мы никак не можем сдвинуться Иными словами, когда ученый находит себе некий центр Все остальное для него кажется периферией Так вот этот центр потихонечку перемещался Историческое знание накапывало материал Из Греции древний он переместился в Египет Потом ошеломляющее открытие Шумера И потом ошеломляющее открытие в долине реки Инд Но долина реки Инд до сих пор остается некой научной периферией То есть мы все еще смотрим из Шумера Шумерская цивилизация существовала в 4-3 тысячелетиях до нашей эры Шумера заселяли южные междуречия Междуречия Ефрата и Тигра на юге современного Ирака Шумерам принадлежит изобретение клинописного письма Возможно колеса, гончарного круга, обожженного кирпича И систем орошения Взгляд из Шумера заставляет нас открыть рот Может быть это происходит из-за того, что слишком много материальных носителей Древних культур, таких как Египет и Греция Вот это количество артефактов оно давит А там очень мало Они есть, но их мало Действительно, те, которые есть, они вызывают Очень много вопросов Их не мало, их очень много И потом мне хотелось еще дополнить, что вот действительно Про харабскую цивилизацию сейчас очень много известно Но вот, например, совершенно новое Открыто буквально в последние 30 лет Это вот в Южном Туркменистане Город, который вот мне посчастливилось Участвовать в этих раскопках В древней дельте реки Мургап Это современные Каракумы Там тоже вот новая загадка появляется Но она уже не столько загадочная, сколько появилась Но там очень много вот этих параллелей Но я хотела сказать про Шумер Что, понимаете, здесь все равно Шумер у нас останется вот таким Ну, не эталоном, может быть Но зачатком вот этой городской цивилизации Началом ее Или, может быть, одним из вариантов Нет, понимаете, все-таки есть иерархичность Все-таки Шумер он раньше Хотим мы или не хотим Но на несколько, там, на пару тысячелетий раньше Чем и харабская цивилизация И индийская цивилизация Извините Египетская То есть все равно он вот у нас остается таким Самым древним Где, собственно, появились города, появились дома Конечно, вот сам феномен харабской цивилизации Он в том, что, во-первых, обожженный кирпич в таком количестве Во-первых, такие сложные города Вот то, о чем вы говорили Это, конечно, очень уникальная вещь А насколько могло быть перетекание вот этого знания Человеческого от одной цивилизационной ситуации к другой Ведь много мы имеем примеров высокотехнологичного строительства И похожих конфигураций домов, дворцов, конкретных зданий Вот тот же Крит мы перед передачей, когда готовились Мы обсуждали очень много похожего Конечно, цивилизация харабская возникла не на пустом месте Предшествовали ее до керамической культуры В частности, культуры Амри Совершенно четко прослеживается связь с подобными культурами Иранского Нагоря И я, услышав, например, такую информацию о том Что определенный антропологический тип этого региона Прослеживается и в Харапе Заставляет нас все-таки думать о том Что состав населения состоял из двух компонентов По крайней мере, на первом этапе И в этой связи я вспоминаю последние открытия Связанные с городской цивилизацией индейцев в Центральной Америке Это более позднее, это 6-7 век нашей эры И там города возникали тоже неожиданно, спонтанно Но что очень характерно, городская структура возникала на стыке племен И население городской структуры Америки, латинской, состояло из населения Этнически совершенно разнородного То есть, а что такое городская структура, да? Этнически разнородное население Это значит, что люди традиционного общества Где были очень сильны родовые отношения Определенная система подчинений, связей Которые было достаточно трудно оборвать Оказываясь в городской среде Они, видимо, все-таки эти связи, если не теряли окончательно То эти связи, значит, ослабевали в какой-то мере Возникало новое общество И ученые современные сходятся к мысли Что, собственно говоря, в этом таилась и определенная проблема Которая и привела в результате к крушению цивилизации в Центральной Америке Мы можем здесь прогнозировать ситуацию подобной этой Но все-таки мы должны ответить на вопрос Каким образом возникают города И, опять же, возвращаясь к опыту раскопок и исследований Центральной Америки Мне показалась очень продуктивная мысль Что города не возникают только в результате Определенного развития хозяйственных усилий человека, культуры Здесь нужен, конечно, определенная, если угодно, духовная инспирация То есть религиозное воодушевление Города в Центральной Америке возникали вокруг храмов И являли собой продолжение этого храма, по сути Вся структура города – это было продолжение храма То есть люди находились под покровительством божества Там солнце условное или каких-то атрибутов солнца Выраженных даже в поклонении животным Я думаю, что вполне возможно такая же ситуация По крайней мере, она четко прослеживается в Шумере И вот в Туркменистане у нас то же самое То есть центром всей страны вот этой в Дельте является именно храмовый город То есть цитадель – это и есть храм? Нет, не всегда Это по-разному Это очень важный момент, который мы должны подчеркнуть Цитадель и храм Цитадель в традиционном понимании – это показатель определенного класса расслоения общества Существует администрация, существует царь и существует, скажем, община Которая не живет в цитадели, а живет, грубо говоря, на посаде Для харапской цивилизации, если мы прочитаем литературу Тоже пользуются понятием цитадель Потому что структура городов, например, Кальбанган, она очень показательна Там есть крепость, замок, в совершенно традиционном понимании А есть периферия, посад, тоже окруженная стеной Мне кажется, что и Махенджедара, и другие памятники в харапской цивилизации Они настолько грандиозные И когда их обозревают, не всегда точно можно идентифицировать Жилой дом, конечно, будет отличаться от того же бассейна Или еще какого-то здания, предназначенного для конкретных целей Но, например, очень интересная вещь, которая была обнаружена именно у нас, в Южной Туркмении Там в центре, я сначала два слова скажу про этот памятник Это, он называется Ганур-Де-Пе, его раскат появится уже с 1972 года Виктор Иванович Сариониди, наш известный археолог И вот в центре находится дворец Вокруг дворца располагаются разные храмы Один из самых первых храмов был построен, храм огня Этот маленький храмик, который нами был раскопан совсем недавно, в 2004 году буквально Он имеет в своем плане очень похожее помещение в одном единственном месте Именно в Махенджидаре Где Махенджидаре, это помещение, идентифицируется учеными как тоже храм огня Ну и оно представляет из себя такое прямоугольное помещение В середине сооружен так называемый киоск, то есть помещение без стен Обозначены стенами только углы Поскольку сохранность у нас очень небольшая И в Махенджидаре там крыш перекрытия не было Но мы предполагаем, что они могли идти до потолка А самого потолка вот не было у этого помещения И очень такие специфические формы, так называемые слепые окна Как ниши парадные, которые во всех стенах расположены И вот в Махенджидаре такой же комплекс Я почему про это говорю, что ритуальное назначение этого комплекса Совершенно понятно, жить в этом помещении нельзя Может быть оно было просто парадным, где какие-то особые церемонии совершались Может быть были какие-то конкретные То есть мне кажется, что более углублённые исследования И того же Махенджидара, и Кальбангана, других Найдёт и храмовые какие-то там структуры Тем более, что поклонение огню, поклонение воде, поклонение вот таким чистым стихиям В разных культурах, они по-разному проявляются Но они уже существовали в то время Я услышал про храм огня И конечно, мы просто вынуждены произвести параллель В цитадели, одна из цитадель была тоже двухчастная И одна из частей северная, она была посвящена культу огня Там было в ряд семь алтарей огненных и больше никаких строений А в Туркмении четыре В Туркмении четыре То есть мы совершенно чётко прослеживаем определённые связи Которые позволяют нам делать некоторые обобщения Всё-таки, прежде чем ответить на вопрос О конце этой цивилизации Мы, опять же, должны ответить на вопрос О её начале Всё-таки, а что же за население Вот на каком языке оно говорило Мы этот вопрос сейчас не затрагивали нарочно Потому что хотелось бы всё-таки, чтобы Слушатель себе представил о том, что Это население не было однородным Но его в то же время, как это сейчас модная тенденция Его же нельзя назвать и интернациональным То есть это, конечно, был не Вавилон И население было, в общем-то, по-своему То есть для нас вот это население Это ключ к решению проблемы конца цивилизации И ключ к решению проблем наследников Я вот обращаюсь к специалисту Хочу спросить Достаточно недавно появилась такая теория Что начиная от древнего государства Элам Которое граничило с Шумером И вплоть до долины реки Инд На востоке и на севере до Туркмении Население было примерно однообразным Его называют протодравитским И считается, что оно говорило В общем-то на одном протодравитском языке Тем более, что последние данные Филологически доказывают о том Что предок дравидийских языков Которые сейчас бытуют только на юге Индии Для третьего тысячелетия Его географическую локализацию Определяют как раз вот этим регионом От Элама до Инда Вот насколько антропологически Мы можем подтвердить эту гипотезу? Материала очень мало Чем древнее, тем ему меньше Достаточно много костных останков людей Происходит с района Иордании Там вот Иерихон, очень крупный памятник Ну, Левант вот так называемый Оттуда есть Опять же, мне довелось быть в Кембридже Где эти материалы хранятся Количественно они большие Но если бы вы видели эти остатки косточек Это такие коробки, где лежат 3-4 косточки Причем от черепа, которые, так сказать, вместе и не соединяются Представить что из себя они представляют Очень сложно Но самый древний материал действительно свидетельствует о том Что начиная фактически от северо-восточной Африки Весь Ближний Восток И вот заканчивая именно долиной Инда Это было население вот того самого типа Ну, может быть, не в таком четком выражении Про которое я говорила Небольшие лица, небольшие широкие носики Такая чуть-чуть прогнатность Ну, и мы предполагаем, что они были темно-пигментированы И хотя по костям это восстановить невозможно Но в то же самое время он был не один этот тип Этот тип уже как бы, понимаете Оторвался кусочек от более древнего варианта И вот образовался такой тип Который сейчас в наиболее яркой форме Выражен вот у населения Южной Индии И в Шри-Ланке Шри-Ланка, буквально благословенная земля Или Цейлон, государство в Южной Азии Древнейшие жители острова, предки Ведов Относились к смешанной австралоидно-негроидной расе В третьем веке до н.э. на остров проник буддизм В третьем-тринадцатых веках н.э. на острове существовали Крупные Сингальские королевства Фактическая столица Шри-Ланки – город Коломбо Возвращаясь опять же к нашей основной теме По всей видимости, вот этот более древний тип Который был характерен и который связывается, может быть С эламодроидскими языками Он действительно был вот такой смешанный Между вот этим Средиземноморским и Восточным Потом и Ведоидным Средиземноморский тип потом стал развиваться На Ближнем Востоке, он усиливался И, в общем-то, все последующие волны Именно были такого Средиземноморского облика А вот это более древнее население Оно теснялось все дальше и дальше И вот в результате на юге Индии оно и осталось Причем, что очень интересно, вы знаете Такой момент, есть генетические исследования По распространению разных генов Которые определяются по группам крови Не только вот... Это из современных научных методик Да, 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 уже вот Ну, сейчас уже по ДНК эти же исследования проводятся Просто они... По ДНК исследования вначале, а по генам разным Которые и гаптоглобины там есть И различные, в общем, определяемые в разных То есть можно доказать и рассмотреть Вот эти не только миграционные, но и инфекционные Да, 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 оказывается, Индия очень характерна тем Что в ней как бы присутствуют все гены Ну, может быть, не абсолютно все Но очень большое число генов, которые есть Среди всего человечества То есть вот эти древние волны, которые туда пришли Они там и сохранились Причем к вопросу о начале связи разных цивилизаций Опять же, по поводу шумера Ну, вообще, куда делось шумерское население Так сказать, само по себе является большой проблемой И опять же, в связи с Индией Есть очень интересный один момент Что там есть на западе Индии Небольшой такой народ Тода Вот есть, ну, такое предположение Что вот это тоже является осколком этих древних шумеров Потому что у них и дома до сих пор они делают Сельские жители, которые делают дома Похожие на население древнего шумера То есть Индия, она действительно является таким заповедником Вот этих разных народов, разных культурных волн А материальные носители культур, в том числе и Средиземноморья Они встречаются в арабской цивилизации? Да, безусловно И оружие, наверное, какое-то сохранилось Или какие-то элементы, печати, письменность Да, мы должны говорить об обратном потоке материальных носителей Да, огромное количество материала Харабского Встречается в Междуречии Тигра и Ифрат Огромное количество И очень маленькое количество материальных предметов На территории харабской цивилизации То есть поток торгового обмена Он был неэквивалентен Вообще, значение торгового обмена Насколько сильно Оно было велико Достаточно сказать, что Харабская цивилизация Обладала развитым морским флотом У них были не только прекрасные пристани Но и верфи, сделанные из обожженного кирпича Их корабли Совершенно точно достигали и шумера Гипотетически они достигали и Аравийского полуострова И, возможно, Египта Но самая интересная находка Это, конечно, была сделана Это бусы Предположительно 16 век до нашей эры Бусы, которые, совершенно очевидно Были произведены и привезены Из Крита Скажем так Потому что совершенно аналогичные бусы Найдены в Кносском дворце На Крите Согласно легенде В Кносском дворце Жили царь Минос и его дочь Ариадна Это громадное для того времени сооружение Состояло из царских покоев И служебных помещений Купалин, коридоров и лестниц Которые хаотично группировались Вокруг прямоугольного внутреннего дворца В Кносском дворце было около тысячи комнат Наибольшей роскошью в западном крыле Отличался тронный зал В котором могло разместиться Примерно 16 человек Пришедших на аудиенцию к царю Считается, что первый Кносский дворец Был построен около 2000 года до нашей эры Разрушительное извержение вулкана На острове Санторин Превратило Кнос и его дворцы в руины Находка этих бус И датировка Приводят нас к такой специфической дате Это гибель В том числе и гибель цивилизации Крита Что заставляло и заставляет многих ученых Считать, что и гибель хараппской цивилизации Имеет какую-то связь С гибелью многих культур Вот этого пояса Начиная от Средиземноморья И кончая Индостаном Но мне здесь хотелось бы сказать Еще несколько слов О этнографических, если можно так сказать Осколках Кроме народа Тода, интересного Еще существуют две таких любопытных Группы на юге Индии Это курги И дакшитары Дакшитары живут в Тамилнаде Говорят на дравийском языке Фактически на тамильском языке Но имеют очень специфическую внешность То есть это люди достаточно высокого роста Совершенно определенного Средиземноморского типа Но что самое удивительное У них есть большой процент Серых глазах и зеленоглазых людей Ну это бывает В Средиземноморском типе Это не редкость Да, но это население Которое живет с незапамятных времен В окружении Ну вот таких классических Современных дровидов Людей достаточно темных С курчалыми волосами А курги В свою очередь Племя, которое Не только отличается Ну скажем Современным Кавказским типом Таким Просторечия У них даже в костюме В элементах культуры Прослежатся абсолютно Кавказские черты Если человек Не знающий Как бы таких уж Тонкостей Этнографических Увидит картинку Курга на празднике Он может вполне Принять его за лизгина Вот даже так На самом деле Это потрясающая вещь Потому что никаких Связей с Кавказом Эти племена не имели Иными словами Юг Индии Полон Каких-то Осколков Населения Которое имеет Более северное Происхождение То есть мы вправе Говорить о миграции Части населения Из зоны Предполагаемой Зоны харапской культуры Они могли просто Мигрировать Или были вытеснены Или может быть Средообитание было исчерпано Ресурсы были исчерпаны Маргарита Фёдоровна Альбедиль Которая занималась Дешифровкой Письменности О чём мы Наверное Просто Обязательно Вынуждены будем сказать Приводит интересные Такие данные Это харапская Особая До конца Нерасшифрованная Кстати Нет Неизвестно Тайна велика Сия есть Она Приводит интересные Высказывания Одного Западного учёного Считают Что Одной из причин Упадка цивилизации Была Как это ни странно Развитая Система ирригации Парадокс Этот учёный Приводит Целый ряд Доказательств О том Что Культуры цивилизации Которые строятся Как культуры Вокруг Крупных Ирригационных систем Неминуемо гибнут В результате Экологической Катастрофы Инд Конечно Менял свое течение Махенджи Дара Холм затапливался Семь раз Если я не ошибаюсь И восстанавливался Вновь Но Мы не можем Говорить о том Что экологическая Катастрофа Привела к крушению Столь серьезной Цивилизации Инд Вдруг Вдруг Ни с того Ни с сего Перестали соблюдаться Перестала соблюдаться Правильная планировка улиц Стали строиться Какие-то дома Лавки Просто посреди проспектов Значит Перестала работать Канализация Это Существенно Это вообще-то смешно Но Современный человек Прекрасно знает Что если перестала работать Канализация Что-то Не все в порядке С властями Ворот обнищал И опустил Начались болезни Начались болезни Соответственно Упадок Культуры Харабской Во-первых Он был Не одновременным То есть В то время Как захерели Города В долине Инда На полуострове Катхиавар В штате Раджастан О котором мы говорили И начали нашу программу Эта цивилизация Еще существовала И продолжала Наследовала В общем-то Традиции Еще высокой культуры Но и там В какой-то момент Наступил внутренний надлом Все это заставляет Нас говорить о том Что гибель цивилизации Была связана Это конечно Какой-то Мировоззренческий кризис А мировоззренческий кризис Для того времени Это конечно Прежде всего Религиозный кризис Так же Как Города Центральной Америки Вдруг неожиданно Запустили В силу того Как считают современные ученые Что божество Отвернулось от людей Буквально Перестало выполнять Те функции Которые от него требовались Путем сложных Жертвоприношений То есть Людям Честно отрубают голову А урожая нет Людям отрубают голову А урожая нет Ну что делать Отвернулось божество Очень похожая ситуация Могла сложиться И здесь Тем более Что Любопытно Встречаются В одних и тех же книжках Дровицкая культура Определяется Как очень миролюбивая Замечательно Миролюбивые люди У них не было шлемов Не было щитов Но были кинжалы бронзовые Были стрелы Были копия Такой листовидной формы Специфической Причем Бронзовые орудия Были достаточно Неплохо сделаны И миролюбивостью Она я думаю Не отличалась Хотя бы Если вспомнить Что наверняка Это доказано Археологически Там были Человеческие Жертвоприношения А у дровидов Человеческие Жертвоприношения Сохранились в Индии До конца 19 века И англичане Безуспешно С ними боролись С человеческими Жертвоприношениями Мы совершенно Определенно Еще не подходя К вопросу О языке На котором говорили Жители Цивилизации Инда Мы можем утверждать Что масса Ботовых Черт Прослеживается В древней культуре Хараппы Махенджадара И В быту Современных Крестьян Индии Начиная от Инда И кончая Шри-Ланкой Масса Удивительных Совпадений Которые не могут Быть случайными Религиозные Совпадения Мы мало знаем О религии Цивилизации Хараппы Но какие-то вещи Для нас становятся Очевидными Очевидно Они были еще В 19 веке Английским исследователем Это культ змии Характерный культ змии Который конечно В Индии Нашел себе Благодатную почву Цивилизация Умирала 400 лет Общий Срок ее существования Это те самые Классические 1500 лет Которые Отводили Для жизни отдельной Цивилизационной Как бы структуры Такие мыслители Как Тойнби Шпенглер Наш Константин Леонтьев Это те самые 1500 лет Когда Цивилизация Возникнув Исчерпала внутренний Идейный Прежде всего Ресурс Вот вы сказали Что они Жили достаточно хорошо Были практически Богатыми Людьми Это были Богатые поселения Процветающие Да Может быть Здесь Кроется Одна из Тайных И одновременно Разгадок Что цивилизация Достигла своего пика Она не знала Куда дальше развиваться И Мне вот кажется Как раз Что Владимир Совершенно прав Что здесь Все эти факторы Вместе И экологические Потому что Река Которая является Кормилицей Она действительно Производит Такие изменения В почве Что засаливаются Почвы Или там За счет интенсивного Введения хозяйства Они становятся Бедными И они Это экологический Фактор Плюс Вот действительно Кризис самой Цивилизации Определенные процессы Не обязательно За счет богатства Они могли остаться Богатая часть Зела И потихонечку Раньше других Сместилось в другое место Более благоприятное А более бедные Осталось И вот происходит Процесс Такой якобы Обеднения Культура Конечно Это была Высоко развитой И скажем так Экономических Предпосылок Ее Окончательной Гибели Мы не сможем Найти Даже если С учетом Как мне кажется Изменения Течения Инда Ну Сменилось Течение Да Ну скажем Эта цивилизация Обладала Такими материальными Ресурсами Там совершенно Четко Были избыточные Продукты Питания Что Она могла Возводить Новые центры Тем более Что они имелись К существованию То есть Ну скажем Течение Инды Изменилось Вся цивилизационная Структура Могла сместиться Скажем В Петеречи В Пенджаб В Катхиавар То есть не только было Два крупных центра Еще были Мелкие города Там уже Имейте ввиду Что Харапа Это не крупный центр Это 61 гектар В общем-то Это средний городок Цивилизация Названа по этому городу Потому что он Впервые был раскопан Это был далеко Не самый крупный город И гибель Махенджедара И Харапы Увидание Еще не могло Привести к кризису Окончательному Экономически Эти люди могли Существовать Ведь загадка На самом деле Кроется в чем Хорошо Изменились Экологические условия Существования Хорошо Иммигрировало Население Но почему Нигде на территории Индии Более не прослеживается Даже от остатков Подобной Городской структуры Все индийские города Более позднего Уже Ведического периода Абсолютно Не наследуют Городскую культуру Харапы То есть В этой связи Произошел Совершенно очевидный Цивилизационный разрыв Вот это Самая главная Загадка И мне кажется Что ключ к отгадке Лежит именно в том Что кризис был Мировоззренческий Духовный кризис Сам город Видимо Представлял из себя Сакральную структуру Это Сакральное Моделирование Пространства Это Если угодно Сам город Уже был храмом И жизнь в городе А жизнь в традиционном Обществе Это жизнь Вся наполненная Ритуалами Священными Это жизнь вообще священная Там Не было ничего Профонического Ботового Чистка зубов Как и в современной Кстати Индии Это тоже был Религиозный ритуал Значит Питание Безусловно Религиозный ритуал И Даже умывание Обычное Это тоже Специфический Религиозный ритуал Сам город Видимо представлял Себя Ну такую Огромную Храмовую структуру Где конечно Был и храмовый центр Мы немножко опять же смотрим Из ура халдейского Что называется На все И видимо подсознательно Ищем в хараппской цивилизации Нам хочется найти Зекурат Или пирамиду И вот А их не будет Их пока мы не находим У нас такое ощущение Что там не было храмов Если там культ воды Например То как Возможно мы очень ошибаемся Просто вода Около воды Какие помещения Где они совершали Какие-то И мне кажется Я выскажу такую Может быть парадоксальную мысль Она мне совершенно недавно Пришла в голову По поводу Такой экономической Демократичности населения Что вот все В принципе богатые И в литературе Появляется даже такая мысль Что это Конгломерат Сельских общин Которые умудрились Построить вот такое Демократическое общество Ну и в принципе Может быть оно из-за этого и пало То есть Структура же была огромная Да То есть ну 1600 И не управлялась Да Ну земледельческая община Не может управлять То есть вообще Принцип демократического управления Он предусматривает Достаточно ограниченный регион Но это огромный регион Это империя И здесь тоже видятся Элементы кризисности Безусловно Социальное расслоение было Но носило исключительно Духовный характер Возможно И вот это материальное У них материальное Как бы Отсутствие разницы В материальном достатке Говорит о том Что возможно Разница носила Идейный характер И Социальное неравенство Имело в перспективе Загробную жизнь То есть там Должно быть Окончательное расслоение Туда был устремлен взор Древнего индийца Это связано Именно с таким вот Подходом вашим Можно объяснить И современный буддизм Когда действительно Ну как бы Индуистская Собственная идея О том Что следующая жизнь Она связана с жизнью Предыдущей То есть О перевоплощении То есть Индуистские Современные индуистские Понятия О перевоплощении О карме Это наследие Безусловно Не ведической культуры Мы не встретим этого В ведах То есть это не Наследие арьев Это явно Наследие Древнего дравитского Населения Поэтому мы вправе Строить Ретроспективно Восстанавливать Какие-то Их воззрения Тем более Что Я По профессии своей Я занимался Тамилнадом И изучал Тамильский язык И в общем-то Дравитские корни Харабской культуры Мы достаточно Внимательно изучали Действительно В Тамилнаде Сохранились Такие удивительные вещи Которых нет В остальной Индии Например Понятие Внутренней энергии Сейчас вообще Модно об этом Рассуждать Да Вот что такое Внутренней энергии Была для Тамильской Духовной культуры Праведный царь Царь который Не нарушает законов Лично не нарушает То есть он сам Является законодателем И сам первым Послушником Своего законодательства Этот царь В силу праведности Накапливает Внутреннюю энергию Которая имеет Огненную природу И Проблема состоит в том Что эта энергия Может иметь Как положительное Выплескивание Так и отрицательное Если в какой-то момент Царь Нарушит данный обет Вот эта огненная энергия Она может выйти В виде Совершенно реального Физического огня И сжечь город То что было В Харабской цивилизации Насколько Можно Рассчитывать И какой Пласт культуры Мы можем Поднять И осмыслить Когда будут Расшифрованы Записи Мне посчастливилось Еще будучи студентом Общаться с Маргаритой Федоровной Альбедиль Которая занималась В группе Кнорозова Удивительного человека Который Расшифровал Клинопись Майя И был признан Американцами Юрий Валентинович Кнорозов Родился в 1922 году Лингвист и историк Основатель Советской школы Майонистки Кнорозов Кнорозов известен Своей решающей ролью В дешифровке Письменности Майя Кроме того Группа исследователей Под руководством Кнорозова Предложила дешифровку Письменности Долины Инда Сохранилось На данный период Порядка Огромное количество Табличек И порядка 6000 знаков Были проведены Попытки И математически Все это Расшифровать Масса применялась Различных Технологий В итоге Было совершенно Четко доказано Что структура языка Носят явные Прото-дравийские черты Значит Это уже хорошо То есть Мы на правильном пути Потому что Культурный Религиозный Антропологический Материал Весь свидетельствует За это Но Прочитать Вот эту Клинопись Пока не удается Ведь проблема Не в том Чтобы понять Какой язык Проблема Текста Это Конечно Опять же Проблема Мировоззренческая И когда Появляются Скажем Дешифровки Современные Есть масса Современных Дешифровщиков Их Научно-популярные И просто Популярные книги Сделали их Общедоступными Для читателей Когда Легко Очень дешифровываются Харабские Надписи Причем Безусловно Что меня всегда Удивляет Дешифровщики Отечные Используют Для дешифровки Славянский язык Так проще Я так думаю Вот И Легко И красиво Дешифровали Значит Харабские Надписи С древнеславянским Языком Их Как-то скрестили Получилось Такой тени толкань Я думаю Что поводом К этому Послужило То Что на самом деле Есть один Клинописный Знак Который Удивительно Напоминает Знак из Глаголицы Удивительно Один Но удивительно Вообще Это такая вещь Которая Действительно Может побудить Человека Взять С использованием Сербского Языка И все Расшифровать Но есть И знаки Которые Не чужды И дальнейшим Европейским Культурам Например Кольцо Это знак Который Наш уважаемый Историк Археолог Борис Александрович Рыбаков Расшифровал Как знак Молнии Знак Перуна Этот знак Встречается В резьбе На избах Русских крестьян Его очень любят В Литве Этот знак Он действительно Где-то считается Громовым А где-то и Солнечным Пока на данном этапе Мы можем говорить Только о Структуре Математически Высчитанной Структуре Которая Говорит О том Что язык Имеет Ближайшими Своими Потомками Это языки Дравицкой группы Которые представлены В Южной Индии И самым ярким Из которых Является Тамильский язык Получивший Свою Развитую Литературу Развитую Литературу Уже в первом веке До нашей эры Тамилы Народ в Южной Азии Живут в Индии, Шри-Ланке А также в Малайзии Сингапуре Австралии И Океании По религии Тамилы индуисты Часть мусульмане Антропологически Тамилы относятся К южноиндийской расе К происхождению Связаны с дравидами В третьем веке До нашей эры Были известно Несколько Тамильских государств Познание Древнего мира Который Так нас волнует И чем дальше Может быть Тем больше Оно обязывает Разбираться В таких явлениях Как приход Одной цивилизации Уход другой Это говорим Упоминали такое слово Гибель И тут же оговаривались Гибель это Единомоментное явление Это извержение вулкана Это землетрясение Смерч Что-то такое страшное Или нашествие варваров Но и даже здесь Нет полного Вытеснения Истребления Той культуры Которая там была И даже нашествие ариев Если говорить Приход лучше их Пусть воинственный Пусть сопровождавшийся Захватом и разрушением Но Это всего лишь Опять-таки Внешняя причина Смещение Этой цивилизации Уходу из исторической арены Но опять Мы приходим К тезису Что Духовная культура Пусть она Не может быть Измерена Какими-то Цифровыми Количественными Показателями Она остается В сознании Людей Она формирует То Что потом Сложилось Как Индийская нация Пусть многонациональная Многокастовая Многосословная Такой Котел культур Но То что было На этой земле До того И может быть Мы вернемся К началу передачи Что не может быть Такого Чтобы какая-то Культура Не пройдя Определенный Этап развития Вдруг Вылилась Во что-то Такое Замечательное И прекрасное То что мы Знаем Об индийской культуре Как и Литературные памятники Архитектурные памятники И Те ветви Индуизм и вудизм Которые потом Стали главенствующие В Индии Они тоже Не могут Возникнуть На пустом месте Зерно Всегда должно упасть В плодородную почву Его на два сделать А вы знаете Я могу Еще такую мысль сказать Это же парадокс На самом деле Над которым Стоит задуматься Ведь Харабская цивилизация Не сыграла Ну Ни малейшего значения В становлении Современного Индийского Эмоционального Самосознания Они же не знали До 21 года То есть Вся индийская культура Самосознания Построена на Религиозных текстах Арьев На ведах Харабская цивилизация Осталась За бортом Становления Как бы Осознанного Становления культуры И в тот же момент Открыв эту цивилизацию Ученый мир Приходит к выводу Что вся Так сказать Культура Современная Индийская Религиозная Очень легко Вписывается В этот ареал И находит Свои глубинные Корни Именно там Такой парадокс Мне сейчас Сложно сказать Насколько Индийское Современное Общество Культура Национальное Сознание Абсорбирует Харабскую цивилизацию Говоря О гибели Этой цивилизации Об ее уходе С исторической Сцены Уходе Как казалось бы Без потомков В общем-то И здесь Все-таки Вопрос О соотношениях Да Мы можем Говорить о наследниках Культуры Но видимо Мы не в силу Говорить о наследниках Цивилизации То есть Она действительно Ушла Со своими Характерными Особенностями Больше нигде Себя не проявив И конечно Переходя Возможно К дальнейшим Темам наших Передач А мы уже Упомянули Арьев И безусловно Это следующий Этап В познании Индии Это период Арийский Период Вет Период Пракритов Откуда они Пришли И что Особенно Ария Это люди Которые Принесли В Индию Прежде всего Индоевропейский Язык Ведическую Религию Которая Стала основой Вообще Всех Религиозных Систем Индии Современных Люди Которые Действительно Отличались Очень внешне От местного Населения Это зафиксировано В древнейших Текстах Вет Ария Себя считали Светлыми А местное Население Дасью Они презрительных Называли Что восходит В персидском языке Сохранилось это слово В обозначении Инородиц То есть Дасью Изначально Инородиц Но уже С негативным Контекстом Арии Были конечно Пришлым Населением Но Уничтожить Цивилизацию Они не могли Хотя Столкновения Безусловно Были Потому что Зафиксированы В текстах Вет Такие моменты Как Взятие Крупных Крепостей Ариями Значит Других Крепостей На их Продвижении Кроме Как Я так полагаю Туркменистана Их Арабской Цивилизации Пока Не предусмотрено Поэтому Столкновения Безусловно Были С Харабской Цивилизацией Есть Один Любопытный Текст Арии Очень Специфически Относились К Инородцам И В тексте Сказано Дословно Следующее Что Настоящий Ария Будь он Брахман То есть Высший Духовный Касток Шатрий Воин Или Вайшу Земледелец Свободный Общинник Не имеет Права Вступать В общение С Дасью То есть С Народцем Даже если он царь Значит Что нам это говорит О том что О том что Харабская Цивилизация Конечно Обладала Сложной Иерархической Структурой В которой Было место И царям И Соответственно Пытаясь Разгадать Загадку Ее От исчезновения Мы конечно Должны иметь Ввиду Что Видимо Видимо Были какие-то Вообще В цивилизациях Древних Существуют Какие-то По-видимому Сходные Процессы Которые Ведут К такому Внутреннему Надлому Я наверное Опять повторюсь Надлом Это конечно Связан Прежде всего С кризисом В религиозной Сфере То есть Не имеющий Прямого Материального Подтверждения Зачастую Это происходит На пике Материального Достатка Как было С Россией Императорского Периода Я только хотела Вот по поводу Столкновений Ариев С населением Хараппы Одним из Очень главных Один из основных Доказательств Вот именно Возможности Этих столкновений Была вот эта Самая картиночка Которая В Махенджидаре Обнаружены были Скелеты Что якобы Это жертва Вот этих битв Насильственной смерти Но на самом деле Оказалось Уже сейчас Это всеми Антропологами Подтверждено Что во-первых Они все разновременные Это не одновременные Погребения Почему они лежат В таких позах Ну это По разным причинам Бывает Но во всяком случае Это не связано Вот с таким Воинственным Завоеванием Каких-либо Городов В том числе Это не жертва войны Однозначно С этим все согласны Никаких особых Боевых травм Здесь не было Вот у этих Жертв Поэтому И с антропологической Точки зрения Вот теория завоевания Здесь никак Почему Так внезапно Относительно внезапно В историческом плане Уходит одна цивилизация И другая На примере Харабской Ну мне вот представляется Очень так сказать Близкой к истине Точка зрения Владимира О том Что действительно И внутренние кризисы И само по себе Развитие этого всего Масса факторов Приводит вот К такому Коллапсу цивилизации Именно вот даже Мне лично Очень близка Одна мысль Которую Я конечно не вправе Никому навязывать Но я Как-то очень Она мне Не просто близка Я действительно Не нахожу Других объяснений Народ возникает В лоне Одной Духовной культуры Развивается В лоне Этой культуры И жить В лоне Другой культуры Или творить Другую цивилизацию Другую культуру Меняя свои Религиозные верования Он не может Он конечно Безусловно Погибает Я думаю Что Вот Загадка Арабской цивилизации Ее гибели Это не просто Какой-то досужий Ну научный Даже интерес Это Действительно Серьезная тема Заслуживающая Того Чтобы над ней Поразмыслить И современному Человечеству То есть Допустим Привнесенная Извне Новая Мировоззрительная Культура Могла Насильственно Насажденная Естественно Она могла Погубить Цивилизацию Вполне Возможно А могла И ненасильственно Насажденная Быть Ведь Если говорить Если проводить Уж какие-то Совсем такие Аналогии Которые Иногда Считаются Грубыми В силу Того Что Разные Цивилизации Проходили По времени Возникали Умирали В разные Ну скажем Периоды Истории Но Такая Грубая Аналогия Скажем С Отечеством С нашим Совершенно Четко Прослеживается Когда Духовный Надлом Был совершен Без Внешнего Конечно Нашествия По каким-то Совершенно Внутренним Причинам Надлом Элиты Прежде всего Который Потом Неминуемо Ведет К деградации Культуры И Элита Уже Не принадлежит Данной Цивилизации А Так сказать Низы Социальные Низы Они еще Могут Сохранять В консервированном Виде Это наследие Совершенно Не понимая Внутренней Духовной Сущности Такая Культура И такая Цивилизация Неминуемо Пройдут К гибели Я хочу Плагодарить Наших Гостей За Столь Интересную С глубокими Обобщениями И Крайне Важными Для будущего В том числе И нашей Русской Цивилизации Мысли Я прощаюсь С вами Наша Программа Завершена До новых Встреч В программе Часть Истины На Русском Историческом Канале Всего доброго До свидания Продолжение следует